так продолжается борьба за удобную точную настройку саксофонов приехал китайский саксофон не обнаружены вот таким вот образом выполнены точные настройки клапанов здесь три штуки для основных нижних клапанов и с другой стороны настройки для вот этих вот клапанов попробуем соорудить то же самое на моем подопытном китайском теноре это альтик у меня есть еще тенор очень удобно в любой момент просто с отверткой немножечко подкрутил и подстроил клапан так как необходимо по нюансам там кроме винта есть еще такая площадочка на которую подклеен листовой войлок для того чтобы не было цоканье и с этой стороны есть прорезь в винте для того чтобы закручивать для изготовления деталей будем использовать эти вот готовые муфточки латунные они с внутренней резьбой м3 и высотой например на 5 на 5 миллиметрах винчивать будем обыкновенные плоские винты м3 в данном случае это нержавейка с головой под шестигранник но можно использовать любую главное чтобы здесь была плоскость этой плоскости он будет упираться в тело саксофона а латунь припаяем к латуни вот этого вот упора причем чем дальше от оси тем настройка будет получаться точнее так что паяться будем где-то здесь важно чтобы был просто доступ для отвертки которые будем подстраивать ну и оставим площадку не будем значительно переделывать этот рычаг для того чтобы была возможность в любой момент вернуться к предыдущей схеме с подклеиванием пробок как я уже говорил изменения можно вносить такие которые можно было бы в любой момент откатить назад если меня не устроит это микро подстройка с винтиком то я просто вывинчу винт и вернусь предыдущей схеме для прорезания шлицев под отвертку в винте будем использовать китайский дремель с маленьким диском шлицы на винтиках нарезал будем пробовать так ну начал с проблемных моментов строил подстроечку сюда у этого рычага вот этот вот клапан и другой настройки для этого клапана не существует только ход этого рычага тут всегда были вопросы приходилось то подпаивать то подклеивать в общем неудобно сейчас пока еще без амортизатора винтик напрямую контактирует с вторым октавным клапаном но теперь конечно значительно поудобней можно быстро настроить степень открытия вот этого клапана он важны это когда мы для например берем вот он это клапан который работает на ноту ля она у меня низила и мне его надо было немного приоткрыть теперь я его смогу как приоткрыть таки при закрыть с этим винтом следующий момент когда мы берем ноту до закрывается вот эта группа причем этот клапан напрямую связан с этой клавишей жесткая связь а вот этот вот клапан он закрывается как второстепенный решалась это под клеечкой пробок под вот этот вот рычаг и он давил на этот клапан у 10 напрямую сейчас вообще все убрано можете видеть там еще есть люфт вот для регулировки этого люфта балансировки двух вот этих клапанов от одной клавиши сюда необходимо тоже встроить микро подстройку еще одна ситуация параллельно которую устраняем когда нажатие шло от этого клапана то усилие приходилось не на центр этого клапана а немного так в сторону до миллиметров на 7 соответственно неравномерное было прижать и этого клапана для того чтобы оно было равномерным я немного здесь вот сошлифовал этот рычаг который приварен клапану и именно в это место в центр я встрою вторую подстроечку она будет припаяна вот здесь вот и будет давить точно в центр клапана такс в общем пока вот так вот немного поиграл потестировал получается что у меня здесь действительно была одна интересная проблематика не шибко надежно этот клапан в смысле эта группа клапанов работала не додавливала этот клапан сейчас стало браться сильно полегче причем все вот эти вот и которая пониже и выровнялся тон этих нот то есть бывает такое что одна звучит ярче другая глуша сейчас как-то вроде стали все одинаково яркими это отличные новости ну собственно пока только две подстройки внедрил самые так скажем проблемные места кроме них надо будет с такими постройками оборудовать все вот эти клапаны чтобы можно было оперативно быстро значит потестировал при многократных нажатиях винтик может выкручиваться самостоятельно для того чтобы не выкручивался просто капаю вот сюда вот резиновый клей момент он там создает небольшую преграду для выкручивания при этом над вёрточкой вполне нормально он проходится но самостоятельно вывернуться винтик не может сейчас начинаю репетицию три часа поиграю посмотрю если все будет в порядке то продолжу устанавливать эти микроподстройки везде уже